Так, 21 июня 2024 год. Несколько хороших новостей. Румыния дает нам свою установку Patriot. Американцы дают в приоритет поставку снарядов Patriot, боезапасок Patriot. То есть все, что сейчас собирались они давать на другие страны, будут идти сейчас на Украину. На помощь Украине. И Италия передает нам свои ракеты Storm Shadow. По-моему, прекрасная новость, да? Это что касается ПВОшки. Это сильно скажется, кстати, я про Харьков говорил. Сейчас, по-моему, соревнование идет такое для харьковчан. Ребятки, нас, ну, Харьков, будут защищать сейчас либо F-16 сначала, либо Patriot. Мне правда интересно, чтобы быстрее окажется там под Харьковом, под Липцами Patriot или F-16. F-16 обещают, что уже до конца лета точно будут. Ну, обещанного триода, но в любом случае. Так, что еще там? Ланцет сбили. Да, появились уже такие технологии у нас, которые есть в видеозапись. Сбивают ланцет. Кто не знает, что такое ланцет, это такая очень опасная, баражирующая боеприпас, который много, много двухсотых, трехсотых, много техники пожег. В общем, неприятная штука. Хорошо, что сейчас ее научились вроде наше уже перехватывать прямо в воздухе с помощью там дешевых квадрокоптеров. Потому что Patriot там, конечно, такие вещи сбивать это все равно, что микроскопом гвозди заколачивает. Очень хорошая новость. Ой, для фронтовиков это вообще просто прекрасная новость. Дальше, что у нас еще там было? Вспомнился мне опять был афоризм, который я записал 5 мая 2014 года. Рука Москвы растет явно не из того места. Вспомнился он мне по поводу того, что Путин поехал в Корейскую Народную Демократическую Республику, по-простому в Северную Корею. И это такое самоуничижение, что я просто не знаю. Мне еще один анекдот вспомнился. Так мы, сынок, скоро и до мышей дотрахаемся. То есть человек, который был сам лично в Большой Восьмерке. Это не то, что 100 лет назад Россия была в Большой Восьмерке. Лично вот этот В.В. Пупин был в Большой Восьмерке. А сейчас он едет выпрашивать снаряды и, возможно, личный состав у Северной Кореи. Там, где Северная Корея среднестатистически весит 40 килограмм. Если кого-то интересует статистика. У меня там, наверное, килограмм 106. Так, то есть во мне примерно 2,5 северокорейца. Ладно. Да, так я про что хотел сказать. Рука Москва все отменили с того места. Что получил этим своим визитом Путин? Ну, да, конечно, там миллионы каких-то этих северокорейских снарядов, которые больше убьют россиян, взрывая стволы вместе с этими снарядами, чем украинцев. Из-за низкого качества этих снарядов. Но, кроме того, Южная Корея, которая держала запрет на прямые поставки вооружения Украины, увидела, что прямому ее противнику Северной Кореи, теперь Россия с ними союзника. И сейчас она обдумывает о том, чтобы снять запрет и напрямую нам поставлять 155-е снаряды. А там крабы вот эти с поляками они делают, отличные сашки. Вот такие вот, я их видел лично. Да. Ну, рука Москвы явно растет не из того места. Ну, то есть это все настолько предсказуемо. Я говорил, что аннексия России Крыма будет первым в 33-м тысячелетии путином целого государства. Да? Понятно? В 14-м году, я это говорю. И сейчас это к тому все и идет. Ну, это очевидно. И наступление на Харьков, вот это 10-го мая. Я говорю, ну, это просто. Хотят они самоубиваться от стенок? Самоубиваются. Вот уже, блин, второй месяц самоубиваются. Аллилуйя. Дальше, что у нас? Теперь нам будет поставлять Южная Корея боеприпасы. Ну, по крайней мере, собирается снимать этот запресс. Это великолепная новость. Что-то там еще было. Рейн Мэтал. Построил уже завод. Уже работает завод Рейн Мэтал, немецкая корпорация военная. Уже работает завод Рейн Мэтал в Украине. И еще собирается 6 построить. Собирается в Украине. В Украине собирается поставлять Франкенштейны. Франкенштейн, понятно, изначально гибрид, да? Танк с зенитным комплексом. Там, по-моему, на 4-5 километров он работает. То есть, ближайшие цели. Вот такая штука отличная. По-моему, там 100% сбитие всех целей. Вот именно у этой зенитной пушки, которая стоит на этом. Просто раньше она была на колесном, я так понимаю. Ходут. Сейчас они его хотят на более защищенную танковую снова переставить. Кроме того, Рейн Мэталу сделали Германию заявку на 8,5 миллиардов до евро. Знаю, производство снарядов 155 калибра миллиметра. Конечно, не все это пойдет в Украине. Но, я думаю, что-то достанется и нам. Так что, ребят, я не знаю. По-моему, все идет просто прекрасно. Я свои прогнозы по поводу того, что вполне может и в этом году все закончится. Не снимай. Скорее, в 25-м году, но может так получиться, что и в этом тоже. Да, и потом просто тем хотел сказать. У меня вот эта установка резерв. Я начинаю ее ставить, ставить резерв плюс. А оно что-то у меня не идет и не идет. Потом я только увидел, что там надпись идет, что вы военнослужащие, а вы до сих пор в резерве. То есть, видно, у меня оно так не устанавливается, что я уже третий год как военнослужащий. И оно меня просто не фиксирует. А я все думаю, что это у меня какие-то негоразды. То есть, поняли, о чем я говорю? Вот этот резерв плюс, который сейчас мобилизует пацанов. Я вижу, что мобилизует, кстати, по этому, по видео. А я его пытался себе установить, а он у меня не устанавливается. Пишет, нету данных, нету данных, нету данных. А потом я видел там раздел, что вы военнослужащие, а до сих пор состоите в резервах. То есть, для них это аномалия, это у них там frequently asked questions, часто задаваемые вопросы. То есть, видимо, те, кто служит, оно туда вот этот резерв не фиксирует. Поэтому, как бы, не парьтесь, если у кого-то такая же проблема, как у меня, с этим резервом плюс. Ну и, кстати, хорошая новость тоже. Начинается больше говорить по поводу того, что те, кто там, ну, как мы там третий год воюем, да, там, что демобилизация может быть уже скоро. Ну, я так понимаю, что она добровольная, кто захочет, кто не захочет. Думаю, многих тут и останутся. Ну, пускай такая опция будет, что ты можешь после там выслуги такой-то лет на этом самом, на ВСУ демобилизоваться. Оно все-таки совсем другое настроение будет у народа здесь в армии. Так что все будет Украина, не переймайтесь, добьем мы Russian Federation.